всем привет ребят сегодня я хотел бы поднять тему что самое страшное для грузоперевозчика я лично сам через это прошел буквально недавно никогда об этом не задумывался пока это лично не коснулась меня если вы индивидуальный предприниматель и вы выступаете в роль и водителя и обслуживаете свой автотранспорт и бухгалтер и диспетчер в какой-то момент может произойти такая ситуация что вы физически не сможете ездить за рулем как это произошло со мной в конце лета в сентябре у меня была такая небольшая тяжесть тазу мне было неудобно сидеть за рулем и мне пришлось я обратился к врачу и мне сказали что чувак тебе нужно делать операцию и буквально на 4 месяца я выпал из темы перевозок первые два месяца вообще не ездил за рулем не мог ездить и если бы у меня не было у нас не было команды наша команда состоит из двух человек это я и мой брат и если бы мне некого было посадить за руль то все мои клиенты все мои наработки просто пошли просто коту под хвост если вы работаете один и у вас семья ребенок и все зависит лично от вас у вас еще кредит на шее висит то это вообще очень плачевная ситуация ставки не позволяют нарабатывать какую-то подушку безопасности которая позволит полгода протянуть некоторым люди вот мы занимаемся подбором автомобилей некоторые люди там продают автомобили по причине того что по здоровью не могут у кого-то на позвоночнике там грыжи вот все он не может больше ездить все единственный вариант у него продать автомобиль и еждивенцам сидеть на шее у кого-то поэтому ребят очень важно находиться в каких-то сообществах заводить знакомства друзей потому что если вы потеряли в какой-то момент дееспособность вам нужно будет восстановить свою деятельность а клиенты соответственно за время болезни от вас уйдут поэтому ребят знакомьтесь с людьми общайтесь дружите потому что именно перевозчики в какой-то момент тяжелый возможно вам помогут поэтому такой вид деятельности на своем автомобиле довольно таки рисковый и посвящать всю жизнь этому бизнесу я бы вообще не советовал никому очень много молодежи сейчас придут грузоперевозки я бы на самом деле просто подружески посоветовал вам заняться чем-то другим получить какую-то узкую специализацию навык какой-то и заниматься другим потому что сейчас просто работаю на дядю можно зарабатывать гораздо больше вторым самым страшным моментом для грузоперевозчика является потеря заказчика есть кто занимается давно грузоперевозка у него наработались заказчики которые он перевозит годами с помощью этих заказчиков вы можете спрогнозировать прибыль на год вперед и вот когда вы несколько лет возите такого какие-то строите какие-то планы берете кредит на квартиру на машину вы рассчитываете что вы будете получать там свои 200 тысяч там 30 тысяч кредита на солярку 40 и там соточка у вас остается на житье и в какой-то момент может что-то случится у заказчика он обанкротится в какой-то момент может найти какой-то молодой здоровый красивый работящий и перебить вашу ставку и вы тоже там не будете работать больше вам придется все начинать заново и это очень неприятно и именно с этим я недавно недавно столкнулся сам вкратце расскажу как мы работали последние пять лет был была одна организация которая выигрывала тендеры на очень крупном предприятии федерального масштаба на по всей россии и мы работали по этим направлениям там ездили потом санкт-петербург выбор ездили там санкт-петербург кингисепп ну и другие направления вокруг городов сателлитов вокруг питера нам платили довольно таки неплохие деньги можно было на одном автомобиле зарабатывать от 150 до 250 тысяч также можно было ставить наемные автомобили и были возможность расширяться ставить на другие маршруты какие-то машины в общем в какой-то момент спустя пять лет пришел голодный молодой красивый на кредитном автомобиле и сказал что я буду здесь работать и стал работать ниже ставки 14 года а мы так как солярка вы все знаете подорожала до 50 рублей мы как раз в этот момент просили о подъеме ставок вот в какой-то момент наши пути заказчиком разошлись самой нашей большой ошибкой было в том что мы обленились и запустили наши ресурсы пустили все на самотек положили яйца в одну корзину или думали что мы поедем на шее вот этого заказчика будем работать одну работу хрен знает сколько лет и забросили наши старые источники поисков клиентов во первых как у каждого грузоперевозчиков у нас был аккаунт на бирже грузов автотрансинфо вы все знаете это у нас было аккаунт пять звезд кто знает что прокачать аккаунт до пяти звезд нужно потратить примерно пять лет и также многие многие может знают многие не знают скорее всего не знают если ты не заходишь на свой аккаунт его просто удаляют все твои наработки удаляют из сети и сейчас когда заново решил посетить свой аккаунт я понял что он удален у меня все эти наработки все мои звезды за деятельность за существование фирмы там все это кануло в лето сейчас мы будем пробовать в этом разбираться также у нас был сайт с доменным именем с хостингом который помогал нам искать клиентов который как бы прибавлял весу фирме как бы не просто там какой-то менеджер с телефоном да есть сайтов вполне рабочая фирма который можно доверить груз в какой-то момент мы тоже запустили сайт не стали оплачивать домен хостинг это все похерилась из вот этих вот источников дополнительных мы соответственно потеряли потеряли хватку и вот сейчас мы можно сказать будем начинать опять вот проводить какую-то работу подготовительную реорганизацию с нуля буквально буквально сейчас записывая это ролик я поймался на мысли что у нас же есть актив такой актив как наш youtube канал и именно сейчас я могу обратиться к своей аудитории у нас аудитории это и диспетчера и какие-то производства кто-то производит подписался на канал думал купить газельку перевозить свой товар просто какие-то ребята которые работают в организации вот сейчас я обращаюсь к вам если у вас ребята на работе требуется автомобили какие-то изотермы рефрижератор или просто закрытый у нас сейчас есть два автомобиля два водителя которые готовы работать раньше мы работали 365 дней в году без выходных без отпусков просто у нас было огромное желание зарабатывать деньги если вам нужны нормальные перевозчики ответственные парни вот я сейчас оставлю здесь номер телефона или пишите в vk если есть работа обязательно маякните потому что я чувствую если я сейчас зайду найти меня челюсть опустится и ставок нормальных я там не найду вполне возможно там будут ставки ниже 13 года когда я начинал мы кстати зайдем я возьму свои счета на оплату 13 14 год и мы сравним что я работал пять лет назад с теми ценами которые сейчас есть найти пока появилось время можно подготовить наши автомобили для новой работы накопилось очень много всяких мелких нюансов потому что машины проходили в день приличное расстояние на этом автомобиле напомню пробег уже близится к 600 тысяч километров кое-что нужно поделать и по внешке и внутренней и там по фургону потолок обвалился очень есть вопросы по снимаем и ремонтики и по работе чуть-чуть поснимаем очень много новичков спрашивает и про путевые листы и про как обрабатывать заявки как там и с и п вот это все оплата расчетный счет это все тоже немного вам расскажу а пока мы занимаемся поиском работы мы приведем наши автомобили в порядок например та же самая и баста которая перестала работать здесь находится у нас рециркуляционный насос который помогает охлаждающей жидкости циркулирует по двигателю мы займемся ремонтом я покажу как это все сделать покажем как ремонтировать фургон сэндвич панели часто можно увидеть на дешевых изотермических фургонах и сэндвич панель вот такую картину да вы что это же не каркасник это сэндвич с ним нет никаких проблем есть парни проблемы касается всех производителей которые продают и луидор и автомаш и вот эта будка у нас конкретно камея а это все происходит потому что скорее всего клей-то дерьмовый вот этот провисший потолок съедает по высоте у нас 15 сантиметров в общем мы сейчас это все будем делать будут вот такие вот ролики по ремонту по кардану там и по замене подвесных в общем все то что вы любите то что востребовано газелисты зашел посмотрел сделал также а сейчас мы отправляемся пойдем ко мне домой включим компьютер и попробуем восстановить наш аккаунт на ти